Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня будет долгожданное видео, как всегда. Мои видео все долгожданные, и сегодня будет не менее долгожданное, даже более долгожданное, потому что мне уже даже писали, Селена, когда ты снимешь покупочки свои за последнее время, ты нас уже заинтриговала, так интересно, что ты там донабрала. Да, действительно, я много всего набрала, и мне есть чем с вами поделиться. С чего начать? Не знаю, куча всего, куча всего. Давайте я начну с того, что у меня новая поясная сумка, потому что я понимаю, что сумка постоянно у меня со мной, то есть если девочки носят сумочки просто на плече где-то, то ее можно убрать и сфотографироваться. Моя же сумочка, она всегда у меня на поясе, как пояс, и понятное дело, что на фотках и везде-везде все время она надоедает, поэтому надо ее менять, и я стараюсь менять каждый сезон, то есть там летом одна, весной другая, ну, либо цвета менять, либо что-то, короче, их как-то менять. И давно хотела уже купить себе сумочку какую-нибудь, но я ищу, ой, у меня уже пятнышко, что ли, влезло, где-то испачкалось. Давно искала, и до этого я покупала сумки, потому что часто спрашивают меня, River Island. Этого магазина уже в России нет, его закрыли уже давно, и в прошлом году или позапрошлом, когда я ездила в Москву, я уже его не могла найти, все обошла, и только на La Moda там есть какие-то, но старые коллекции. Если зайти на сайт River Island, то мы не найдем там, ну, как бы, сумок тех, которые на официальном сайте есть. Но, тем не менее, я заказывала там одну сумочку черную, вот, и... Ну, вот лежит она, короче, ждет там своего часа. В общем, хожу-хожу я со своей сумкой, она у меня же вся просто, вы не представляете, а где она? Убитая! Короче, она где-то я вам не покажу. Она реально убитая, у нее уже подратый пояс, все там. Короче, новая сумка. Новая сумка вот такая, купила я ее в Duty Free. Фирму... Сейчас прочитаю. Фирма Sam's Night, вот такая фирма. Вот их сайт даже, Sam's Night, на пакете. Вообще, в аэропорту я всегда вижу эту фирму, и когда заходила, спрашивала там какие-то модельки, ну, у них не было раньше поясных сумок, вот, и вот они начали делать. У них там есть такие черные, тоже очень клево смотрятся, и голубая какая-то, или темно-синяя была. Ну, для меня было только белые и черные, ну, в плане, что в наличии. И я решила светленькую все-таки взять, тем более ее можно стирать. Не знаю, она мне очень понравилась, и что хочу сказать по ценам. Ну, это самая дорогая сумка, которую я взяла, потому что те стоили 2500 в River Island. Это были самые дорогие сумки, я считала, что дорогие, потому что в моем магазине сумки намного дешевле, самая дорогая, 1750. И хорошо сделанная, качественная. Эта сумка стоит 5500. Это вообще-то дороговато, и меня немножко душила жаба, но в этот раз я поехала разгуляться, я хотела себе купить и новые кроссовки, и новую сумку, и новые очки, и не хотела брать что-либо дешевое. Ну, насчет сумки я не собиралась, не рассчитывала, но она мне понравилась, и я сказала себе, ну, если ты хочешь, ну, возьми, возьми, если ты хочешь. Я взяла, и, в общем-то, не жалею, мне очень нравится, она очень удобная тем, что... То есть я сначала ее померила, открыла вот так верхний замочек, и просто, что мне понравилось, то, что она вот так раскрывается. У меня уже тут бумажки лежат, надо эти трек-номера девчонкам отправить. То есть очень много места, сразу открывается, и все видно. Очень хороший дизайн вот этой сумочки. Внутри, внутренних кармашков нет, и здесь еще сверху карман, потому что я люблю, чтобы было два кармана, а это здесь у меня дисконтные карты, и все такое. Вот, уже застряли вот карты, целая пачка карт. Вот, достаточно вместительная, и хорошо, что она сделана из плащевки, и ее можно стирать, то есть закинул в стирку, и все. Я надеюсь, только не отползут все эти вот красивые штуки, вот такие вот. В общем, вот такая сумочка. Я довольна, в принципе, хотя жалко денег, я считаю, что это для сумки дорого. Далее поехали. Далее очки. Все вы уже, наверное, видели в инстаграме мои очки, они супер безумно классные. Валентина, это все из-за моей подружки, которая все время приезжает ко мне в классных кроссах. Вообще классно одета, со вкусом, и, естественно, недешево. И я тоже так хочу, знаете, вот дружба, она влияет порой иногда. Думаешь, а что она хоть такая модная? Я нет, я хочу. Что, я не могу себе позволить? Ну, и она еще тоже считает, что очки должны быть хоть одни хорошие. Ну, я думаю, ладно, куплю себе очки. И зашли мы тогда в Дьюти Фри, мы летели как раз-таки в Ростов. Зашли в Дьюти Фри, там были очень классные скидки, я вам скажу сейчас, во Внуково. Очень классный магазин, вот кто, может быть, видел с очками, там один магазин. И у них прям было, знаете, сколько, две стойки распродажи, 50%. И реально очень крутые и классные модели. Новая коллекция меньше 20 тысяч вообще не стоит. Вот, и можно было на распродаже купить очки, там, ну, от 7,5 хорошие, там, да, до 20. Например, Gucci, не Gucci, а Givenchy. Очень мне понравились эти очки. Они стоили, там, 18, уже со скидкой 50%. Ну, для меня дороговато было. Я остановилась на Валентина. И еще я купила одни очки, которые вот сейчас возвращалась тоже в Дьюти Фри. Ой, нет, хотела купить в Домодедово. Да, там было два магазина, я ничего себе не выбрала, потому что, ну, как бы, за 11, за 12 очки модели мне вообще не нравились. Это со скидкой уже. Вот. Ну, а за 20, 25 и 40, и 50 очки я брать не собиралась. Поэтому я приехала и вторые очки купила у нас в Мегамаге в Ростове, Оптик Чуев. Вот. У них тоже очень хорошие скидки и очень хорошие цены на очки. Ну, понятно, что новая коллекция будет стоить за 20, хотя у них есть и новая коллекция. 15 стоит и 10, какие-то модельки. Ну, короче, есть у них где разгуляться. А везде, в остальных местах, где я была в очках, разгуляться никак. Короче. Двое очков. Сейчас покажу. Вот Валентина, они в таком кожаном чехле, внутри протиралочка. Вот они, супер Валентинки мои. Расцветка сейчас эта тоже модная очень. Мне очень понравились вот эти вот пайеточки вот такие здесь. И вторые очки это, сейчас я вам прочитаю фирму, Style Mark. Может, кто-то знает Style Mark. Хотя у меня девчонки в Инстаграме спрашивали, что это у тебя Гуччи? Говорю, нет. Style Mark. Черные. Потому что вот эти Валентина не под все подходят. Они такие зеленые. Мне хочется их все носить под зеленые или что-то такое. Хаки там. Но черные классические должны быть. Как я купила эти очки? Эти очки стоят, так, со скидкой. Со сколько я их купила? Я уже забыла, представляете? Ты не помнишь? Короче, мы с Кристиной не помним, сколько они стоят. У меня между 7,5 и 8,5 колеблется цена. Кристина помнит 7,5. Возможно, они... Нет! Я скажу. Они стоили 17 тысяч. 17 пополам? Да. 8,5 тысяч. Да. 8,5 тысяч. Вот эти очки со скидкой я купила. А вот эти без скидки 3 тысячи стоят. Это типы полароидов, мне сказали. Они тоже у них тут пулевизированные или что-то там, не помню какое слово. То есть стекло там как-то обработано. В общем, все хорошо. Для глазков нормально. Как я купила эти очки? Вы знаете, я еще по Голи, как уже говорила, они со мной разговаривают. Например, когда я покупала Валентина, я, значит, их померила, такая, туда-сюда, другие меряю. И эти Валентина смотрят на меня и говорят, детка, ты уже наша. Ну, я такая, как бы такая, знаете, такая. Я их взяла, потому что они меня выбрали. А вот эти очки, я очень долго выбирала там, а эти очки, они как будто сказали мне, Силь, ну возьми нас, пожалуйста. Ну, мы тебе нужны, мы очень хотим к тебе. Ну, возьми нас, пожалуйста. Мы такие же миленькие, посмотри. Смотри, какие мы миленькие. Возьми нас себе. Эти очки меня уговорили, короче, взять их. Потому что тоже был выбор. И, как бы, я решила, что лучше, как бы, я так скажу, что мне не понравилось. Я собиралась очки взять до 10 тысяч, но мне не понравились модели, за которые бы я хотела отдать эти деньги. Поэтому я подумала, что лучше тогда я вообще потрачу минимальную сумму какую-то, да, вот 3 тысячи, например, и возьму чёрные очки, которые вот просто классика под всё. Вот так я делаю свои выборы. Уже 10 минут говорю, это очки, всё, очки. Так, поехали дальше. Дальше поехали кроссовки. Я начала увлекаться спортивными кроссовками, и мне захотелось попробовать, ну, прям все марки. Начала я с Найков. Долго ходила, выбирала и выбрала себе вот такую модель Найки. Найки, это Айрмаксы, у них определённая технология, амортизация классная, поддержка там и так далее, и так далее. До этого я не обращала на всё это внимание, но почему-то в последнее время начала обращать внимание. Я их купила, расцветок этих очень много, но мне показалось, что вот эти интересные. Они как бы и светлые, и вот такая синяя полосочка, которая под джинсики будет хорошо смотреться, под что-то там тёмненькое, да. И мне понравилось, что здесь внизу не белый цвет, а такой он пудровый немножко, такой интересный цвет. В общем, если они будут пачкаться, то это не сильно будет прям заметно. Но, как оказалось на практике, вот этот верх очень пачкается быстро, и это, конечно, не очень хорошо. Ну, я их чищу, я к ним же купила там чистилку специальную, в общем, пенка, этой пенкой всё чистится, а потом они не моются, а просто вытираются салфеткой. Но так, как я посмотрела, вообще кроссовки нельзя носить одни и те же каждый день. Где-то я почитала это, это советы где-то в инстаграме, на официальных страничках, и я подумала, что, ну, вообще не то, что из-за этого, я вообще собиралась взять кроссовки чуть потемнее, и я хотела сравнивать уже, то есть мне хочется попробовать и Adidas какие-то технологичные купить, и New Balance у меня никогда их не было, и Asics хочу взять себе, Puma мне очень понравились. Да, я гонялась долгое время за Pumой. Сейчас могу сказать, что это за модель Pumой, потому что пока я за ней гонялась, пока всё вокруг неё, я уже эту модельку как-то и расхотела. Это Puma Teaser Spectra, ну, короче, Puma Spectra наберите, и вы увидите. Они пришли в продажу и просто за один день ушли. Они вообще вышли весной, быстро разошлись, потом они вышли буквально вот там с какого, 7 июня, и за один день они тоже разошлись. Маленьких размеров уже не было. Ну, и я приехала когда в Москву, в Москве побольше выбор. Мне здесь в Ростове у нас ничего не понравилось. Я гонялась-гонялась, хотела взять себе какие-то кроссовки с интересной расцветкой, более такие тёмные, но ничего подходящего для себя не нашла. Причём я увидела, что у мужчин очень классные реально модели. Вот я бы взяла мужскую модель какую-то, но, к сожалению, они, размерный ряд начинается там, не знаю, с 39, вот. И когда я побыла в Москве, в Атриуме, я зашла в Ньюбеллансы, и на мужской стоечке, естественно, я увидела вот такие кроссовочки. Мне они очень понравились. Я говорю, ну почему, почему мужчинам делают такие кроссовки? Я говорю, с какого они начинаются размера? А она мне говорит, вообще это считается унисекс, и они мало мерят. Так что мы можем посмотреть эту модель. Она посмотрела, я померила и сразу в них влюбилась, и прям сразу захотела. Именно вот такое что-то ей хотела. Здесь ещё у нас отражающая, вот такая вот полосочка проходит. Здесь тоже офигенская такая технология с поддержкой, с амортизацией. Расцветка классная, кожа натуральная. В общем, мне очень понравилось. И причём они даже и дешевле стоят, чем Найки. Найки я покупала за 13 500, эти стоят 10 900, ну короче 11, вот. Что касается насчёт оригиналов или неоригиналов, я тоже хотела с этим поделиться с вами. Потому что многие думают, зачем переплачивать там и так далее. Я тоже долгое время придерживалась именно этого, зачем переплачивать. И даже более того, мы были на рынке с моей подружкой, и я увидела отдел, где продают кучу разных кроссовок. Нашла похожие кроссовки на свою модель Air Max, да. И просто один в один с кроссовками, один в один сделано всё. Я такая думаю, блин, реально, зачем переплачивать? Дай померю. Попросила у него померить свой размер. Ну и сразу небо и земля почувствовала. Потому что когда ты залазишь в копию, то никаких технологий там внутри нету. Ну и мне как-то и неприятно. Неприятно даже находиться внутри. Я теперь просто понимаю, насколько классно, мягко и круто может быть в кроссовке. И вообще не знаю, я довольна. И ещё летом, сейчас у нас жара реально, 35-40 градусов на улице, в жару. Я выхожу в этих кроссовках и просто никакого дискомфорта не чувствую. Мне ничего не печёт, не жарит. Всё мягко, и мне кажется, я в них могу всё лето проходить. Давайте пройдёмся также по обуви ещё. Купила себе шлёпки, просто потому что они мне понравились. К шлёпкам я отношусь немного проще. Я зашла в мармелад. А в мармелад, знаете, как всегда, там если что-нибудь прикольненькое есть, надо брать сразу, потому что если ты потом вернёшься в магазин какой-то в Ростове, потом типа купить, этого может уже и не быть. Поэтому в мармелад я взяла такие шлёпки. Я в них уже походила, погуляла. Мне показались они очень симпатичные и, в принципе, удобные. Просто взял там на пляж и не жалко. Потом я ещё купила одни босоножки. Мне кажется, в них неудобно будет ходить, они через палец. Но мне показалось, что они для фотосессии будут шикарные. И на ноге они смотрятся великолепно. Вот такие вот, с жемчужинами. Посмотрите, красота. То есть у меня вообще мало обуви, знаете, для именно, для фотосессии. Всегда как фотосессия, я не знаю, что взять себе на ноги. И вот эти очень классные. Во-первых, они резиновые. В мармелад я уже брала прорезиненные, такие вот силиконовые. И нога в них не съезжает. Но тут ещё через палец. И, в общем, такая красота. Мне кажется, очень симпатично. Они стоят 1000 рублей, 990. Шлёпки стоят 500 рублей. Я подумала, что за такие цены, ну, можно взять. Единственное, что в мармеладе мне не очень порадовало, это цены на купальник. Так как в моём магазине тоже есть купальники, и стоят они до 2000, понимаете? Купить купальник за 3500 в мармеладо мне показалось дороговато. Но он мне понравился именно под мои очки. Я его увидела. Может быть, вы сейчас в нём не увидите ничего особенного. Такой немного переливается. Впереди как бы так, сзади майкой. Обычные, абсолютно обычные трусы. В общем, ничего особенного. Ну, вы понимаете, да? То есть я сейчас вообще меняю себе гардероб вот под эти очки, чтобы их носить. Вот я одевала очки, и одевала купальник вот этот вот. Он такой вот зелёно-чёрный. Ну, по-моему, огонь. Просто огонь. В общем, долго думала с купальником. И решила всё-таки его взять. Это мы в мармеладу взяли. Правильно говорить мармаладо я знаю, но мне нравится мармеладо. Также я не обошла стороной Victoria's Secret. Там были скидки 50% практически на всё. И я взяла себе трое трусика. Слушайте, с размерами у них всё время не угадаешь. Я взяла в прошлый раз S-ки, и все S-ки мне такие большеватые. Думаю, надо будет брать XS в следующий раз. Взяла сейчас XS-ки. И прям, ну, двое трусиков отлично сидят. А вот эти, например, вот такие вот, они немножечко как бы прям впритык. Ну, может, подрастянутся. Мне очень понравилась эта расцветка. Ну, и цвет, и то, что клетка такая интересная. Короче, вышли они мне по... По чём они мне вышли? Вот обувь с комнат-то. Чек-то есть? Есть. Трое трусов – 1900 рублей. Вторые вот такие вот. Это бесшовные трусики. Я люблю шортики или слипы. Бесшовные вот такие сердечки. По-моему, очень милые. Ну, и вторые вообще супер-мега-домашние шортики. Вот такие вот. Love! И поцелуйчики! Мне тоже они понравились. Я их взяла. Всё, наконец-таки я их могу носить. Я их показала вам. И теперь я надену. Сегодня трусы. Буду спать. Виктория Киприк. Далее полехали. Думаю, тебе про малыша своего забыла? Нет? Я купила ему плавки в Glory Jeans. Такая... Мама, что ты думаешь, Кристина, в этот момент? Ой, щедрота! Малышу бы вообще ничего не говорила. Лучше бы вообще ничего не говорила. А сними отдельное видео для малыша, что ты купила. Кристина подкалывая и говорит, сними отдельное видео, что ты купила для малыша. А это чисто будут видео о плавках. Я неarto, так долго про свои покупки рассказываю, а теперь... Ну всё, оранжевые плавки. Дальше. Да ну на самом деле ему ничего не надо, у него всё есть. Короче, оранжевые плавки. Я взяла оранжевые. Там выбор был небольшой на самом деле. Синий или оранжевый? Конечно, конечно. Я выбрала не синий, а выбрала оранжевый для того, чтобы его на пляжу видеть издалека. Он у меня как поплавочек, чтобы был. Дальше, девочки. Я взяла себе бельё. Причём, блин, мы с Леной на самом деле были у нас на рынке. Вот такое бельё красивое, смотрите. Мы с Леной были на рынке, и она такая раз остановилась, что-то возле белья. Такая поглядывает. А я вообще шла по своим делам. И я возвращалась такая, тоже начала смотреть бельё. В итоге я купила бельё, а Ленка не купила бельё. Я говорю, ты, блин, что-то ты возле него остановилась. Но я не жалею, в принципе. У меня вот такого тёмного белья не было ещё. Выглядит оно дорого-богато. Это сатин, очень классный, мягкий. Я люблю сатин. У меня три комплекта сатина есть. Они сохнут очень быстро, и они очень прочные, и не выцветают. Короче, мне очень нравится. Кристина подсказывает, говорит, скажи, что бельё тоже для малыша. Чтобы ему было хорошо спать. Вот что ты ему только одну трусу купила. Ну, камель фокаль. Так вот, короче, вот такое постельное бельё для малыша. Короче, сейчас я его, как раз-таки, Кристина приехала ко мне в гости. Я поменяю бельецо, мы будем на нём спать. В общем, вот как наша бельёшка, бельёшка, бельишка выглядит. Простынка здесь такая бежевая. Но немножко, вы знаете, качество вот этого сатина немножко не такое, как у меня. У меня намного лучше. Мне кажется, что этот какой-то, видите, поблёскивает немного. Прям даже не пойму. Он мягкий, классный. Но такое ощущение, что немного из синтетики. Хрен его пойми, честно говоря. Но поспим, посмотрим. А так расцветка очень красивая. Бельё мягкое. А, и ещё по размеру. Я обычно беру еврики, а это двушка. И она, конечно, маловато. Тем более для такой большой кровати. Дальше. Подарки пошли. Подарки прям пошли. Один подарок, который подарила нам Кристина. Это вот такое полотенце. Это для малыша, видите, опять для малыша. Чё, не одни трусы. Три предмета. Три предмета. Кристинка, короче, подарила нам такое полотенце-покрывалку. А мне кажется, это больше даже полотенце. Вообще там пляжное покрывало написано. Ну, на сайте было написано пляжное покрывало. Короче, она выбрала для малыша вот такой вот огромный смайлик. Видно? Короче, здесь вот так вот глаза. Видно? Глаза, потом вот такой вот рот. Короче, оно огромное. Она в своих видео показывала его. Вот. Малыш доволен. Мы как только стелим, он сразу ложится такой. А, кстати, в Инстаграм у неё есть, да? Вы там валяетесь на этом полотенце. Да. Прикольное, короче. Полотенце. Большое полотенце. Чё ещё? Всё? Крест. Крест. Возможно, я что-нибудь упустила. Просто сейчас малыш уже надо его укладывать. Он не уложился в 9 часов, а сейчас уже полодиннадцатого. Сейчас он пойдёт быстро спать. Далее. Я устала сегодня. Бегала целый день. И вот снимаю сейчас видео, потому что завтра должно быть видео. И я вам обещала покупки. Поэтому первым делом я снимаю именно их. А, ещё вот. Вот ещё что в Ашане купила. USB. Мне, короче, понравилось. Для айфона я взяла и для зарядки. Ну, просто USB-шки эти для зарядки. Они классные. Зелёные, фиолетовые у меня есть, оранжевые. Короче, ещё какие-то цвета. 100 рублей стоит и работает. Вот. Всё, девочки. Давайте я с вами попрощаюсь. Я вас люблю, целую. И не поверите, впереди столько интересного. У меня целый список, 15 видео. Представьте, уже на полмесяца вперёд расписано. Куча запросов от вас. Куча смешных, интересных, экспериментальных, весёлых, необычных для вас видео. Поэтому, кто ещё не подписан на меня, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Я вас целую и люблю. Прощаюсь до следующего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok